Субтитры делал DimaTorzok Если бы год назад тебе сказали, что так будет, что самый большой клуб на территории бывшего Союза будет заполнен группой ЛСП, как бы ты отреагировал? 23 марта, через год, мы собираем Минск-Арену в Минске, и сегодня ты первый человек, кроме моей команды, который об этом узнает. Минск-Арена — это где-то 15 тысяч человек по максимуму. Ну, то есть в два раза больше, чем стадиум, как мы можем не слишком утруждаясь посчитать. Так что стадиум — это еще не предел. Так, а я думаю, что ты сейчас через паузу скажешь еще. А 30 марта мы собираем Олимпийский. Мы думали вот об Олимпийском, в принципе, с командой, и я пытался взвесить как бы «за» и «против». И получается, что «за» — «олимпийский» — это то, что это «олимпийский», грубо говоря. И, ну, может быть то, что это единовременно большое довольно количество людей. Но против этого идет то, что там довольно-таки неадаптированный под концерты звук. Я слышал это практически от всех людей, кто был причастен к организации там больших концертов. Ну, то есть очень много жалуются именно непосредственно на звук. А поскольку, ну, типа, я, в принципе, музыкант, ну, назовем это так, и для меня имеет большое значение и основное значение музыка, и непосредственно, соответственно, звук, как ее, ну, типа, физическое проявление, для меня, ну, типа, это важно. А в Москве есть, появляются сейчас площадки, не знаю, можно пиарить, нет, там, ВТБ, Арена там вот сейчас какая-то появляется, и там еще какие-то альтернативы, в которых, допустим, не 20-30 тысяч людей помещается, а, например, 10-15. Но там, как бы, все именно вот под живые концерты более адаптировано. И для меня, ну, типа, этот фактор очень важен. То есть собирать Олимпийский только для того, чтобы вот он собрал, он собрал. Ну, я трахнул Олимпийский, да. И я собрал, ну, типа, нет, неинтересно. Я не хочу никого трахать, я себе все уже, ну, доказываю. Я другим, ну, типа, не хочу ничего доказывать, я доказываю все только себе. А себе я хочу доказать, что я сделаю крутую хуйню, и, ну, типа, люди, которым она интересна, придут и нормально с нее кайфанут. И чем лучше будет звук, тем, как бы, лучше, проще будет это осуществить. На что ты тогда тратишь бабки сейчас? Давай уточним для начала, сколько их сейчас стало. Просто, ну, чтобы два раза не вставать. В месяц тебе прилетает сейчас больше миллиона русских рублей. Динамика, опять же, разная. И, как ты говоришь, мы сейчас вот на подъеме. Причем этот подъем идет довольно равномерно и линейно. Соответственно, прямо пропорционально этому подъему растет и в какой-то степени кэшфлоу. Хотя расходы, соответственно, тоже увеличиваются. Плюс я понимаю, что если просто сидеть на этой куче, блядь, денег и кайфовать, как с круш-макдак, ну, она может преуменьшиться, а то и, в общем, растаять к хуям. Поэтому желательно ее как-то инвестировать. Деньги должны работать. Все мы читали «Карнеги» и вся хуйня. Вот, поэтому расходы, соответственно, растут. Серега, ты читал «Карнеги»? Нет. Ты читал «Карнеги»? Ты читал «Карнеги»? Ты читала «Карнеги»? У тебя очень умная спутница. На этом, может, мы и сошлись. Да, а коротко, что писал «Карнеги»? Про как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Книжка, которую я вспоминаю навскидку. Ну, я читал еще «Наполеон», «Хилл», «Думы и богатеи». Есть такая классическая книга. Это типа американская, как я понимаю, литература прошлого века. Максимально коротко. Там рассказываются просто какие-то короткие рекомендации по тому, как эффективнее тратить свое время, эффективнее вести свои дела, без привязки к какой-то конкретной сфере. Если соблюдать которые, у тебя будет гораздо больше шансов на успех. Начинает отношение к людям, начинает свое поведение, заканчивая до отношения к делам и к себе самому. Да. Итак, примерно это около мульта в месяц или больше? На данный момент я думаю, что да. Чемпионат мира по футболу совсем близко. В 11 городах, которые этот чемпионат мира будут принимать, заканчивается большая стройка. Сейчас будет минута архитектуры и топ-3 самых интересных объектов, которые уже построены. Обновленные лужники. Когда-то это был мой самый нелюбимый московский стадион, потому что он огромный. Там были беговые дорожки и не видно было нифига. Сейчас он остается огромным, но полностью перестроен. Беговых дорожек больше нет и видно все очень хорошо даже с самых дешевых мест. Екатеринбург. Стадион Екатеринбург-Арена. Когда его только сдали, он сразу же стал поводом для мемчиков. Всех пугали и возмущали. Две временные трибуны, пристроенные к нему сбоку. На самом деле это не косяк. Это обычная мировая практика, чтобы вписаться в регламент и дешевле эксплуатировать стадион. Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Старый ростовский аэропорт был обычной бетонной коробкой. Новый аэропорт построили далековато. В 35 километрах от Ростова, но сам терминал просто супер. Британское архитектурное бюро заложило в проект здание образ волн и мостов реки Дон. Ну а внутри все очень комфортно и функционально. В общем, только прилетаете в город, а там уже оп и достопримечательность. Всю эту красоту обязательно надо увидеть. Как и футбол, который есть главный источник этой красоты. Билеты на Чемпионат мира по футболу раскупаются очень хорошо. Уже продано более 1 миллиона 700 тысяч билетов. Хотя заявок было гораздо больше. У всех, кто хочет получить билет, причем совершенно бесплатно, появляется такая возможность. И как вы думаете, кто такую возможность предоставляет? Правильно? Альфа-банк. Все, что от вас требуется. Зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru Потратить на карте виза FIFA 15 тысяч рублей. Обслуживание этой карты стоит ровно 0 рублей. Ну и дождаться результатов розыгрыша билета, который проходит каждую неделю. На сегодня таким образом распределена уже 1 тысяча билетов, включая места первой и второй категории на матч открытия и финал. Если что, это самые крутые места и самые крутые матчи. Впереди еще 2000 билетов от Альфа-банка. Переходим по ссылке в описании и не пропускаем главное событие лета. Многие из вас об этом не знали, но футбол гораздо круче рэпчика. У ЛСП уже есть корпораты? Увы и ах, пока. Единственное напоминающее корпорат действа был фестиваль брокеров, блогеров в Москве, где были маленькие детки от 6, наверное, до 14, может, лет, где были всякие Марьяны Ро, Влад Бумага А4 и прочие Ромы Желуди. Ну, типа, никакого хейта, это все нормальные, веселые, молодые ребята. И вы читали их поклонникам шестилетним про Шатенко Брюнер. У нас был сет на 40 минут, это еще при Роме еще было. И мы вот вышли, и я просто смотрю в зал, там, ну, типа, людей не собрали. Был, по-моему, то ли стадиум, то ли что-то типа того. Большая площадка, а по людям был дикий в лед. Ну, то есть было человек 800, например. Из них там 300 родителей или около того. И просто перед сценой там 150 человек, может, меньше, которые пришли чисто на нас в Москве. И остальные маленькие детки, кто-то играется там с шариками в надувном бассейне. Кто-то на горочках надувных катается, кто-то смотрит. Ну, и типа, как бы, когда мы поняли, ну, когда я понял, что это вообще такое, потому что мы ехали, я думал, фестиваль блогеров, ну, там, наверное, блогеры, они там, ну, 17, 20. Ну, блогеры же, они такие более-менее уже подростки. А когда я увидел вот это, мы чуть-чуть подперекроили программу. Я сразу попытался исключить все, что стоило бы, на мой взгляд, исключить. Даже исключил «Монетку», которая на тот момент еще была, по-моему, без клипа. И мы уже видели, что она прокачивает больше, чем остальные треки с альбома. Но еще, ну, типа, не так ставили на нее, как, ну, ставим уже по дефолту сейчас. И я хотел исключить ее с программы, но Ром сказал, типа, посередине, там, выступления, там, или ближе к концу, да, типа, похуй, давай сыграем «Монетку». И я сказал, да, похуй, давай сыграем. И мы сыграли ее. Ну, типа, я не говорил мат, и вообще я во время выступлений стараюсь не говорить мат. Еще, когда я слушал «Американское музло» в 4-м, 5-м, 6-м годах, всегда были версии для радио, где вырезался мат, и грязные, где все было. И меня прикалывали даже по-своему вот эти родильные версии в ОПЕ. Это пункт первый. Пункт второй, ну, как бы, я считаю, что, когда ты говоришь на публику, особенно, когда, там, дети помладше, скажем так, ну, типа, лишний раз лучше не материться. Ну, как, это компромиссы, можно сказать так. Понимаешь, ты не из Беларуси, ты не рос в Беларуси, и у тебя, ну, в тебе просто нет вот этой вот белорусской черты. В мире из Беларуса. Ну, такая белорусская паранойя, я это называю. Вот у каждого белоруса есть врожденная паранойя, что, типа, вот он что-то сделает, и вот его за это кто-то придет и отлупит ремнем, и, типа, ему, ну, типа, будет плохо. Поэтому каждый белорус старается вести себя скромно, аккуратно. В Новосибирске тебе как-то подошла девочка сфотографироваться? 300 лет тому назад. 300 лет назад, а ты ей сказал, а можешь отлезать мне очко? Моя любимая история. В обмен на фотку. Разве это правильно? Разыгрываем с тобой сейчас заготовочку. Я уже отрабатывал в тренировочном зале этот пас. Короче, ну, во-первых, контекст. Мы отгасили концерт, вылетаем прямо со сцены, и вот этот вот мандраж, вот этот вот, ты вылетаешь, ты еще там, ты еще с глазами вот этими, там, не знаю, сколько там было людей, нормально было людей, там, 300-400 человек было везде практически, может, было больше. Ты вылетаешь вот на всей этой теме, и через два-два с половиной часа ты должен уже быть в поезде и спать, грубо говоря. Ты едешь в следующий город, ты вылетаешь с этой прекрасной, короче, сцены, скорее всего, какого-то не очень большого города, хотя тут я не могу... Новосиб, один дом города в России, да? По-моему, мы, может быть, в Новосибе тогда собрали, кстати, хуево, есть такая вероятность. Один раз мы собрали в Новосибе очень мало людей, не очень хорошо была организована реклама, ну, типа, организаторы немного проложались. Ну да, и вы страдали. И, короче, да, но это так, чтобы я не был пиздоболом. Есть вероятность, чтобы было человек 150 даже. Вот это был самый провисающий в Новосибе когда-то концерт. И вот мы вылетаем, короче, со сцены, со всей этой хуйней, и просто налетает куча, ну, 8-10 человек, и начинается вот это вот. И каждый говорит реплику там. Олег, иди сюда, Олег, иди сюда, распишись, дай сюда, дай сюда. Это самое. Я такой иду на вот этом вот. У меня бывает вот это вот, когда на сцене, особенно когда ты вот на волне, на гребне, когда тебе море по колено. И я иду на вот этом короле, и Рома идет рядом. Вот мы как бы вот, это нас объединяло, что он, что я, мы умели иногда включить эту хуйню. Не всегда включали ее одновременно, но на тот момент у меня она была точно включена. И мы идем на вот этой вот веселой волне, озорной такой, отгасили концерт, сейчас отдохнем, поспим, денег заработали, все заебись. Купон пришел, купон ушел, все, ребята, хорет, работали лаве. Вот. И, короче, вот они налетают со всей этой хуйней. Я говорю, бля, чуваки, нет, типа, сорян, все. И градус вот этого вот внимания повышается. И начинается, ну, Олег, ну давай, ну, Олег, ну распишись, ну иди сюда. Я говорю, ой, бля, может тебе, типа, еще очко отлезать. Ну, вот. Фраза была на 90% примерно такая. Ну, типа, для меня это была такая шутка. Ну, может быть, для кого-то за гранью. Ну, типа, блядь, это ж не моя проблема. Ну, по крайней мере, на тот момент я так считал. Но я даже не думал об этом. Я шел в своей хуйне, в образе короля, в образе шуток, и все мои шутки были охуенными. Ну, мне так казалось, по крайней мере. Ну, я сказал эту хуйню. Причем я не заметил, чтобы кто-то особо с этого, ну, типа, расстроился. Потому что там были люди, ну, типа, лет 18-20. Вот как раз те, которых я ожидал увидеть на блогерском фестивале. Ну, такие уже, типа, вот, с большими лифчиками и всей этой хуетой. Ну, и, типа, я увидел, что они поржали. Ну, я пизданул эту хуйню. Такое, все, соря, мы съебываем. И все такое. Я ушел. Мы там быстро загрузили каких-то огурцов, хуй знает чего. Ну, типа, так. Ну, что-то в желудок пихануть. И съебали, короче, в маршрутку. И поехали, короче, дальше в Россию. Прекрасную. И потом, ну, типа, через, там, несколько дней мы в туре, как бы, там, твиттер мониторишь, так, ну, оторванный немного от реальности, вся хуйня. Приходит вот это. Ой, блин, он, типа, такой черт. Он, там, типа, девочке сказал, отлежи мне очко. Вся хуйня. Я думаю, блядь. Ну, типа, тогда я еще был молод, кое-чего не понимал. И я такой, блядь. И начал что-то там отписывать в твиттере. Типа, там, я не помню, что я отписал. Бля, типа, я не так сказал. Или, типа, там, что-то, все. Это уже, в принципе, не имеет особого значения. Сейчас бы я просто, типа, let it go. Но тогда я сказал эту хуйню. И, типа, чуть-чуть еще повоняли вокруг этого. И все это проехалось. Следующий раз, когда это всплыло, я думаю, ты помнишь, это был штрих к тому ужасающему портрету, который составлялся во время эпического часового полотна от моего хорошего знакомого, где объяснялась, какой я хуевый. И эта история приводилась, как вот такой хороший мазок черной краски на моем портрете. Мазок. Который неплохо сработал. И, между прочим, был одним из, ну, немногих мазков, имеющих под собой реальное основание. Хотя, как, ну, типа, я тебе рассказал, ситуация была немного другая. А тебе когда-нибудь отлизывали очку? Ну, знаешь, я считаю, что в мужчине, как и в женщине, должна быть загадка. Сейчас ты ступаешь на ту территорию, небольшую, небольшую территорию, огороженную чистоколом из белорусских березок невысоких, на которой находятся мои загадки, и я, пожалуй, накрою их грязным черным целлофаном и не буду тебе отвечать. Ну, тогда ответь, как ты отношишься к анолитингу? Я считаю, что это круто. Если от какого-то процесса ни одна сторона, ни вторая сторона не в напряге, и все в кайфе, то в чем тут проблема? Я вообще считаю, что это охуенно. Никакой проблемы нет. Где мы? И что это? Мы тут живем с пацанами, а это мы вчера приходил Сережка, поиграли мы немножко, вчера приехали с точки. Я думал, чтобы тут было весело, что мы такие, показать, как мы живем на самом деле. Рома перед впиской тоже хотел, типа, я говорил, бля, пацаны приедут снимать, давай там, то он, да похуй, давай покажем, как на самом деле, давай нахуящимся. Ну, я не нахуящился, ну, короче, дальше ты все видели. Вот, а тут как бы получилось, что вчера мы приехали, с чуваками обсудили трек-лист, потом посидели, поиграли в приставку, подождали чуваков там по делам насчет шмоток, повисели, кто-то набухался, кто-то что-то поговорил, все, и... А вы семки реально грызете дома? Бля, охуенно, ладно, рекламировать не буду. Да, я у братана. Вчера захотелось что-то семок, я спросил, какие спиздаты. Вот, да, вот эти мы и взяли. Они не особо раскрученные, но он, типа, шарит что-то в этом магазе, заебись. Он сказал, эти охуенные семки, можете попробовать. Ну, то есть ты вот из категории людей, которые могут лузгать и, в общем, не испытывать каких-то эстетических диссонансов. Не, мне вообще похуй, ну, типа, на эстетику. Кто о чем подумает, грубо говоря, да? Ну, типа, единственное, что много их есть, не очень заебись, потому что челюсть нагружается от этого щелкания, от этого жевания, и, типа, такой пищи, которая грузит челюсть, лично мне, ну, и в целом, у кого там есть какие-то чуть-чуть усталости, лучше не употреблять. То есть я могу там жменьку съесть, а вот так, чтобы сидеть каждый вечер их, короче, точить, ну, типа, я тебе такое не позволяю. К тому же, не самый полезный продукт вообще. Тебе скучно жить? Нет, бро. Это однозначный ответ. Одна из штук, которую я не очень понимаю в творчестве группы ЛСП, как настроение многих ваших треков, иногда абсолютно суицидальное, сочетается с твоей жизнерадостностью, ну, и, в общем, с тем, что группа переживает в последнее время. Когда вышел клип про маленького принца... Зачем мне золото и бумажки? Зачем мне руки? Зачем мне ноги? Я вообще не понял. Ну, то есть, это клип, после которого в окно хочется выйти. И песня. Объясни, как одно сочетается с другим? Я не втираю. Ну, я вот знаю, например, про Луи де Финеса. Везде было сказано, что этот знаменитый комик, который считался чуть ли не королем комедии во Франции и, типа, подарил огромному количеству людей часы, дни, сутки, месяцы смеха, ну, типа, в жизни был очень такой сварливый, такой, типа, колкий, замкнутый человек. Да. Ну, как видишь, это возможно, видимо, может быть, какая-то компенсация. Может быть, тут имеет место какой-то обратный процесс. Ну, смотри, это образы, я же правильно понимаю? Конечно. То есть, это образы, это лирический герой. Угу. В блоге «Вписка», который триумфально открывался как раз эфиром с группой ЛСП, есть момент, когда тебе закручивают дреды, и ты там общаешься с фанаткой, с случайной фанаткой по телефону. Как дела? Это не случайная фанатка. Не случайная? А какая? Вы специально ее нашли? Максимально не случайная. Ну, то есть, это такой, типа, отдельный уже персонаж, который имеет вот вселенную ЛСП, там, да? Да-да-да. Вся вот эта вот информация, его хуйня, симулякрическая, которая окружает эти три буквы, она вот в этой иерархии уже плотно сама себе застолбила место, потому что, ну, уже ну, несколько лет, пару так точно, она вот, ну, типа, активно демонстрировала свое небезразличие, свою заинтересованность, местами маниакальную и чрезмерную. И вот именно в блоге «Вписка» парни, как тоже, ну, типа, в каких-то моментах неплохие журналисты, решили немного вот расшевелить этот муравейник и, короче... Ты позвонил. Смотри, мое главное впечатление в том, что примерно половина этого разговора была в том, что «Пожалуйста, ничего с собой не делай». «Пожалуйста, не делай ничего с собой, все нормально, все будет хорошо, ты сдашь свой экзамен, закончишь университет и станешь человеком». «Пожалуйста, «Потому что я знаю, кто, ну, это не просто незнакомый человек». Да, но когда я смотрел, мне показалось, ну, мне показалось, что это там типичный пример, и я там не в первый раз... Не, бро, это атипичный, это немного такая тумач... Ты не видишь проблемы модности суицида у малолетних представителей человечества русскоязычного сейчас? Да, она давно, ну, она уже довольно давно везде актуальна, и проблема этого, это состоит в том, что, ну, что вокруг детей творится. Ну, типа, это, это, как бы, музыка и вся эта хуета, как бы, да, медийное вот это вот пространство, поле вот это вот, которое, в котором мы существуем, оно зачастую не деформирует реальность, а просто констатирует реальность, отображает ее. Оно не формирует... Да, кто-то может тешить себя иллюзиями о том, что он меняет мир к лучшему, к худшему, может на него воздействовать. Это все, конечно, имеет место быть, но в очень незначительной степени. И, на мой взгляд, тут скорее идет констатация, ну, типа, атмосферы. Поэтому вот вся вот эта вот «я бухаю», «я курю», вся вот эта вот чепуха, ну, типа, такая грязноватая. Ну, да, в какой-то степени это пропаганда. И я, допустим, ну, типа, старался... Для меня всегда, когда я затрагивал эти темы грязные, ну, типа, я чувствовал, что, ну, типа, что-то не так, ну, типа, что-то вот это не так, это нельзя, это просто, типа, как негры. Я курнул, я бухнул, у меня все заебись. Ну, типа, что так, ну, это неправильно, что если ты загоняешь такую хуйню, нужно все равно выводить к какому-то логическому, ну, типа, уроку. Если ты будешь... Малышка любит дилера, да? Все, ну, типа, кто не въезжают, думают, бля, это, типа, трек про то, что, типа, барыги, там, наркодельцы крутые и тёлки их любят. А на самом деле? Трек Малышка любит дилера. Кстати, первая версия с Янгтрэпой была записана. Ты примерно представляешь, кто это такой? Ну, это самый курящий и продающий человек, имеющий к русскому рэпу. очень веселый парень, имел участие с ним лично познакомиться. Один из самых веселых людей, которых я встречал, но со своими проблемами и со своей драмой. Пошел нахуй со своим футболом! В смысле, пошел нахуй со своим футболом! Пошел нахуй со своим футболом! Пошел нахуй со своим футболом! О, ебак! На тот момент он был вообще еще не особо очень узко известен, но мне очень прикалывала его энергия и самобытность. Я думал сделать с ним трек и не мог придумать, о чем. Но у него в творчестве эти темы являлись стилеобразующими. И я лежал типа в ванной и придумывал какие-то мотивчики. И думаю, о, напишу трек «Малышка любит дилера, дилера». Ну типа придумал вот это вот. Ну и подумал, вот история такая, как плохой парень, типа девчонка, и типа есть хороший парень, есть плохой парень, и девчонка типа от хорошего парня, с которым не так весело, и типа который может быть не такой богатый хуй знает, а есть вот такой плохой парень, с которым весело, у которого есть, да, и она уходит к нему и разводится. Выходит первая версия трека, где я рассказываю вот эту историю, которую только что тебе вкратце изложил, и на второй куплет залетает Янг Трэпа, а в моем понимании он должен был рассказать, как в Америке Лил Вейн залетал на фиты, а вот привет, чуваки, я Лил Вейн, все заебись, охуня, улететь так чисто на стиле, хоп, разнообразил, улетел. Ну залетает Янг Трэпа, примерно то же самое говорит, что я ожидал. Мы с Ромой сидим, слушаем, и Рома говорит, бля, ну типа, не, хуйня, ну не очень, типа, говорит, тут у тебя текст, ну типа, заебись, тут как-то не очень. Делает он второй, третий куплет. Ну типа, повеселее, ну по форме, но все равно, ну типа, как-то что-то не дожал. Рома говорит, бля, ну типа, дописал бы ты сам, ну типа, второй. И я думаю, бля, ну в натуре какая-то недосказанность. И через неделю после выхода первой версии, ну типа, я дописываю второй куплет, где рассказывается, как она ушла к дилеру, закопалась в этой сказочной хуете, в этом наебалове, с ней все стало хуево, и ну типа, круг, реквием по мечте. Она получила возмездие, да. И вот, когда я вот это дописал, потом это записал, услышал, думаю, о, сейчас все, заебись. С тех пор, даже песня уровня, например, есть. Там тоже, типа, я хотел написать аутентичный, типа, податлантский звук вот этот еще, в 15-м году, видимо, тогда не очень это было еще популярно, вот эту ниггерскую хуйню. Мы курим, мы бухаем, вся хуйня, тусуем, зажигаем. Это бухло, что я пью, это косо, что я дую, это бабло, что саю, это малышка, нахуй. Я написал первый куплет и типа, блядь, что-то не то. Ага. Ну типа, и второй куплет, не угадаешь, какая бутылка убьет, уровень к дерьму в дерьмое ведет, мой друг, который бухал, ему плохо, типа, все это, бухаем, торчим, нам все плохо. Но я постарался максимально это вывернуть, чтобы показать, есть хорошая сторона, а потом ты за это платишь. Любишь кататься, люби возить саночки. А у вас было охуенное выступление на вечернем Мурганте? Я хочу тебя узнать, лучше я, внимательно тебя слушаю. Да, мы старались. На вечернем Мурганте не так легко выступить, прям пиздато. У вас это очевидно удалось. Как это было? Мы приехали, нас чуть покормили, потусили в грименке пару часов, потом пришли, отчекали, два-три раза прогнали с бэндом. Бэнду до этого все прислали. Они транспонировали на тон выше, чуть-чуть переделали минус, потому что мне так удобнее будет петь, ну, чтобы было красивше, красивее. И, короче, три раза отчекались, полчаса отдохнули еще, и потом два дубля записали, из них второй оказался немного лучше, его и в итоге оставили. Для нас это был экспириенс, как и comedy club, типа, ты просто смотрел какую-то хуйню по телеку, хуй знает там, когда, а потом ты приезжаешь и видишь, о, прикольно. Ну, типа, больше мне не особо интересно еще раз туда приезжать, но как бы в жизни пока не попробуешь, не узнаешь. Для родителей и бабушки это веха была, то, что сына и внучок на Первом канале. Ну, мама с батей, в принципе, в теме сезают все заебись, а, короче, бабушка, ну, да, был момент, что, да, что ты, бля, поешь, тебя по телевизору не показывают, ну, типа, вот, ну, Басков поет заебись, ну, там, Кобзон, да, вот, вот, существует, вот, смотри, Лазарев, типа, вот, конкурс белорусский, там, Академия талантов, и, то есть, он, то есть, типа, подвъехал. Да, ну, типа, когда твои близкие перестают думать, что ты долбоеб и занимаешься какой-то хуйней, это немного, ну, снимает напряжение вообще психологическое в твоей голове. Как и когда мы познакомились с Ромой Англичанином? У меня была айпишка «Видеть цветные сны». Первый, можно сказать, номерной релиз дискографии. Его сводил пацан, его зовут Радик, он с Могилева. Он сам писал «Музлишко», там пару треков тоже сделал. Один трек мне помог там допродюсировать, я в универе еще в общаге на ноутбуке, типа, его делал во Фрутилупсе на там базовых звуках. И, типа, чувачок помог его докрутить. Ну, короче, такой прикольный умный чувак, ну, типа, из Могилева. Он помогал мне сводить этот релиз, мы с ним вместе там финальные правки делали. А потом оказалось, что, ну, типа, у него есть товарищ, который его по каким-то аспектам подтягивает. Ну, и они вместе, типа, как бы, работают. Они хотели сделать что-то типа, ну, грубо говоря, мейджер Лейза, да, там, по-моему, два или три, три, наверное, человека в мейджер Лейза, Дипла и еще пару чуваков. Но они, типа, вместе что-то делают электронику. Один накидал набросок, второй прокачал. Первый его получил назад, там, добавил еще что-то. Ну, и совместная, короче, работа. И они вот, ну, типа, с Ромой на тот момент делали вот такой проект. Плюс Рома ему помогал чуть сводить. И вот Рома послушал, ну, типа, что-то, ну, насколько я знаю, по крайней мере, послушал, прикололся и однажды попал к нам на тусовку. В Могилеве мы там висели на хате. Я там, кто-то, кто мне помогал, кто-то просто друзья, кто-то музыканты из других групп, там, гитаристы, там. Мы вот тустили на хате, и Рома пришел на ту тусовку. Он тоже из Могилева был. Не, ну, не тоже, но был в Могилеве на тот момент, и он был из Могилева. А я был из Витебска. Это такой, где славянский базар города Беларуси. Я был в Витебске. Охуенно город. Очень классно. На один день приехать в Витебск, это прям супер. Ну, он такой, как маленький Петербург. Я вот чувствую такую... Да, забраться на смотровую, погулять. Чистенько, хорошо, там мне нравится. Вот. Ну, Могилев тоже прикольный город. Там такая движуха чуть побольше, на мой взгляд. Но я приезжал в Могилев тусить с чуваками знакомыми, чуть-чуть работать по музлу. И вот тут пришел на нашу тусовку Рома. И типа, вот, привет, типа, я Рома там. И Радик его привел. Говорит, вот, типа, Рома, он мне помогал. И что-то мы с Ромой запизделись. Все начали съезжать домой. Там 11 вечера, там полдвенадцатого. Все там такси, хуикси, все разъезжаются. А мы с Ромой, типа, остались на кухне. Вот как мы сейчас с тобой сидим. Ну, почти чуть-чуть было, но, короче, примерно антураж такой же. И, короче, что-то мы просто начали пиздеть о разных вопросах. Я ему гонял такую восторженную хуйню всякую. Вот, я хочу делать то, я хочу вот это, вот мне нравится то. Вот, ну, там тоже выебывался, там какие-то умные слова там прогонял. А Рома сидел такой, слушал такой. Да, ну, типа, ну, да, это прикольно. Да, да, так соглашался. Ну, и, короче, мы словили волну. Я понял, что этот чувак крутой. Он, думаю, понял, что я, типа, тоже нормальный пацан. Мы с ним договорились в Минске словиться. На следующий день утром мы списались в интернете, хуй знает, в скайпе, наверное. Тогда еще это было в тренде. Я придумал, короче, текст и примерно знаю, как его петь. Говорю, можем попробовать, если у тебя есть какой-нибудь минус, можешь скинуть. Говорит, да, у меня есть минус, типа, вот, я думаю, типа, можно попробовать. И он мне скидывает минус трека номера, а я скидываю ему текст номеров. И, типа, он скидывает минус. Я включаю, пропиваю. Ложится. Все, заебись. Ну, типа, как во дворе, типа, чувак с гитарой, да? А ты знаешь эту хуйню? Да, знаю, знаю, да. И играет, блядь, батарейку, да, все равно. А она, ну, типа, ложится. Ну, типа, грубо говоря, да. Ну, типа, там понятно, что могло вообще не поканать. Но оно вот все легло так энергично. Как раз я писал припев. Знаю, что припев должен быть такой крик души чуть-чуть, на изломчике. Куплеты должны быть такие нарративные, такие более для динамики. Он скидывает, где припев такой. И куплетики такие. Там какая-то, блядь, жесткая электроника. То есть, ну, на тот момент дабстеп в мире уже был в плотном тренде. Но в Беларуси было, ну, по пальцам пересчитать чуваков, которые могли делать сопоставимый с европейским, с британским звуком. И Ром был тот чувак. И мы даже начали все это записывать. Сначала на полу, типа, деловых отношениях, полу личных. Там он какому-то другу меня привел, с которым раньше играл. Что-то там за 10 долларов в час я там у него в квартире что-то прописывал. Ну и, короче, постепенно, хоп-хоп, мы начали притираться. И, ну вот... Стали группой? Да. Когда ты понял, что наркотики всерьез пришли в его жизнь? Ну вот об этом, короче, вот сейчас мы вступаем на территорию его забора, о котором я тебе говорил. И, ну, типа, поскольку Рома — это часть моей семьи, ну, я к нему относился, может быть, даже и всегда. Ну, если не всегда, то довольно быстро начал к нему относиться как к брату. Сначала как, ну, к близкому человеку, наверное, просто к хорошему, типа, близкому другу. Постепенно, ну, типа, я начал относиться к нему как к родному брату, которого у меня не было. И принимал его со всей хуйней, как люди должны принимать по-хорошему своих родных братьев. Поэтому я, ну, типа, до сих пор считаю его частью своей семьи. Смотри, я... И считаю его родителей своими родителями. И его родители, ну, насколько я знаю, не знаю, я не выебываю, сможешь вырезать мне похуй, кто еще подумает. Его родители, ну, типа, тоже меня считают частью своей семьи. Я с ними на прямом коннекте. Поэтому это наша семья. И, типа, все, что касается его, все, что касается родителей, ну, типа, вас это ебать не должно. Я очень уважаю эту позицию, но тогда я поколю в тебя, если ты не против. Как ты и от кого знал о том, что он умер? Мне позвонил Деня, про которого я говорил, Деня Остапов, и сказал, ну, типа, там, братан, такая хуйня, вот, случилось все. Ну, типа, напрямую я не буду говорить, какая разница, что, как он сказал-то. Я понял, ага, понятно. Ну, типа, ну, это, конечно, ну, такая новость, блядь, типа, непростая. Я получил эту пиздюлю моральную, ну, типа, информационную. И первое, что я начал думать, ну, типа, дальше, когда, ну, типа, чуть-чуть это все проехал, ну, мне было проще, я был здесь. То есть я на тот момент пару недель там его не видел. Может быть, месяц. Я тут, типа, с чуваками там на своей движухе, читаю книжечки, отдыхаю, с ним там списываюсь раз в пару дней, там, что там, паранжировочки. Вот. Поэтому мне было, типа, я не видел вот прям вот каких-то там ужасов, да, ну, прям в тот момент. Мне было, типа, довольно, ну, типа, легче, чем остальным, допустим, в этом плане. Плюс, ну, типа, единственное, что я тебе могу подробно сказать, вот, ну, типа, относительно, типа, откровенно, да, то, что ты, наверное, хочешь узнать. Я смотрел недавно «Квартирник» с чуваком группы «Наив». Знаешь такого? Саша Чача, наверное, да? Иванов. Это одна из групп, на которых я постепал рок-музыку. У меня были кассеты. В этой квартире сейчас сидит один из лучших его друзей. Сексуально. Очень сексуально. Не знаю, что сексуально, но Серега, Серега его близкий друг. Ну, короче, бля, группа охуенная. И что-то я вот недавно включил «Квартирнички» и начал меня прикалывать просто фончиком, пока готовишь там завтрак. И там Саша был у Чачи, его там что-то спросили про какую-то хуйню, не помню. Может быть, про какую-то окольную или, может быть, про Мишу Горшка спросили. Это, ну, типа, вообще, ну, типа, столпы. Ну, типа, блядь, Король и Шут это пиздец. Ну, одна любовь. Кавер я делал, блядь, чисто, блядь, с любовью в сердце. Блядь, вложил все, что мог, как это смог. Ну, типа, надеюсь, что никто кого-то бомбануло. Ну, зато, как бы, все вот заеселились, заэпатировались. Я думаю, что он любил апатаж, поэтому надеюсь, что, типа, все заебись кармически. И он сказал, ну, типа, про Горшка. Типа, бля, чуваки, ну, типа, я не то, чтобы, типа, дохуя его лучший друг был, да, но, типа, заебись с ним знаком был. Ну, нормально мы двигались. И он меня, типа, пьяного таскал, и я его пьяного таскал. Ну, типа, более-менее, типа, могу говорить. Говорит, ну, типа, слушайте, чуваки, которые, типа, норме чего знали, ну, типа, у него был такой лайфстайл, что, ну, типа, еще, ну, типа, даже, ну, типа, что, типа, это там произошло еще относительно, типа, поздно, грубо говоря, да? Может, я чуть цинично передаю, но он примерно тоже и тот же месседж и толкал. Ну, типа, я могу тебе сказать, примерно то же самое, за тем исключением, что Горшок все-таки, ну, типа, подальше зашел, ну, типа, что разница в годах, это разница в годах, поэтому, ну, драма и трагичность возрастают. Случай, ну, типа, на мой взгляд, я не держал свечку, горшка, конечно же, не знал. Я думаю, что это примерно похожая ситуация. Слушай, но... Поэтому, в том числе, поэтому, ну, типа, я не то что... Вот если бы мне там... Ты, допустим, мой друган, я тебя знаю, у тебя есть семья, жена, дети, ты работаешь, ты не бухаешь, ты нормально двигаешься, может, на спортик там, я думаю, как-то иногда занимаешься. И вот мы с тобой дружим, бухаем пивас, там, по выходным один раз в неделю, и тут хуяк, мне звонит и говорит, бля, ее юрцу типа пизда. Ну, извини, что я так... Не, нормально, 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 да. Бля, я охуею. Я подумал, бля, пиздец. А там не охуел. Ну, а там, как бы, ну... И вот главный вопрос, который терзал меня, и когда это случилось... Ответа не обещаю заранее тебе принять. Нет, он касается только тебя. Он близкий тебе человек. И личностно, и профессионально. Почему ты не предпринял никаких попыток для того, чтобы он слез? Предпринимали для этого попытки. Бро, пока человек чего-то не захочет сам, этого не произойдет. Если человек чего-то искренне хочет, он этого добивается. Я ответил на твой вопрос? Я думаю, что я ответил. Если ты думаешь, что нет, извини. Он искренне хотел умереть? Можешь интерпретировать это как хочешь. Техническое уточнение. То есть пробовали и в рехаб. Пробовали. Я понимаю, рехаб это силовой метод. Он может не хотеть. Чувак, ты обаятельный. Ты умеешь разговаривать с людьми и всеми остальными. Совсем без шансов было поговорить с ним. Не силы тащить в лечебницу, а поговорить. Бро, у меня есть... Убедить, обхитрить, придумать концепцию, придумать план. мир, в котором трезвая жизнь. Это тоже охуенно. Чувак, Рома был самым хитрым чуваком, которого я знал. Обхитрить Рому не мог никто, кого я знаю. Рома мог обхитрить кого угодно. Может быть, в каком-то плане в итоге он обхитрил самого себя. Я склонен смотреть на это в какой-то степени в этом контексте. Я ответил на твой вопрос? Да. Клип «Тело», в котором вы, по сути, прощались с Ромой Англичаниной. Да. Кому и как пришла идея в голову позвать на главную роль Дмитрия Ларина? Пацанам из Нижнего, о которых я уже тебе рассказывал. Чуваки с видеопродакшеном. Да, они сказали, мы хотим снимать на... вот на это. Я сказал, да, можно. Они скинули сценарий. Сценарий мы немного подрощили, попеределали. Потом мы еще немного нарезку переделали сценарий. Но в целом, в принципе, они сценарий их. И они сказали, вот думаем, бля, кого позвать. Думаем, может быть, Диму Ларина. Но не знаем, как это разрулить. Я говорю, бля, как нехуй. Но типа два звонка, Дима, привет, все, заебись, да, вы заебись, чуваки, вас слушаю, типа все нормально. А его репутация не смущала? Он же главный в Ютубе по хейту. Да, мне плохо, кто, кто о ком думает. Ну типа, это их игра. Про меня тоже много хуйни, в разное время говорили, в какой-то вообще очень дохуя хуйни. Ну типа, это же не значит, что я уебок. Есть ли у тебя ощущение, что наркота снова в моде? Я, честно тебе признаюсь, был шокирован тем, что кто-то в 2018 году еще может сидеть на чем-то жестком, типа Герыча. Видишь ли ты такую проблему? Люди отбывают, ну люди, в людях есть сила, в людях есть слабость. В ком-то сила не раскрывается, раскрывается слабость. В людях есть пустота, кто-то умеет ее заполнить, пустота есть во всех людях. Это правда. Ну и песня «В моем сердце дырка» там, да? В моем сердце дырка, мне нужна таблетка, хотя бы половинка. Это об этом. Ну и у меня вообще эта тема иногда всплывает, ну не только в этом треке. И как бы если ты знаешь, чем заполнить эту пустоту, типа, да, нет, ну как бы ее можно и наркотиками заполнить, ее можно чем угодно, ну типа найти различные способы. Если ты заполняешь эту пустоту чем-то, ну типа, конструктивным, светлым, пиздатым, ну типа, вот, например, я считаю, что типа лучший способ этой пустоты, ну заполнения ее, это вот тот вот задаток, тот стержень, той энергии, которая лучик в тебе вот есть, вот типа маленький источник, это его, ну типа, расширять и типа отдавать людям. И эта пустота, она закрывается вот в этом процессе, этой энергией. Ну типа, это один из способов. Ну мне он сейчас очень нравится. Я в принципе всегда, ну типа, вот это мне было интереснее всего. Заниматься тем, что тебе интересно, когда ты перестаешь контролировать время, когда ты типа сидишь над треком, ты думаешь, что ты 20 минут его писал, ты смотришь на часы, 5 часов прошло. Ну вот это вот, я счастлив в этот момент. Для кого-то это наркотики, они дают тебе какое-то ощущение счастья, ты думаешь, что это они пиздатые. Но наркотики это просто какая-то химическая хуета, это все химия, вещества, которые просто в тебя въезжают и начинают говорить, нет, чувак, ты заебись, ну вот мы это пиздато, вот мы тебе надо, вот мы охуенные, да, это как камевояжор, который приходит к тебе и говорит, блядь, вам нужны эти фильтры для воды, они очень пиздатые, только камевояжор заберет твои бабки, наебет тебя и съебется, а наркотики, пока не выебут всю твою хату, пока не убьют тебя, блядь, в говно, они не уходят. Они уходят только вместе с твоей жизнью, ну типа, если ты сам их не выгонишь. Ну я примерно так это вижу. Самая красивая девушка в Беларуси. Короче, когда я был очень молод, мне было возможно лет 14 или меньше, или 15, может меньше, даже может 13. Я сидел в деревне, там вот где у бабушки перед большим боссом отдыхал, и меня вот, как многих родителей, отправляли на лето нахуй в деревню. Ты вот хочешь ходить, там бухать пиво с друзьями, там кататься на велике в городе. А тебя нахуй в деревню, там блядь, тусуйся каждый день один и тот же, блядь, играй в футбол нахуй, или вообще, ну типа, блядь, ебись колом. Я, короче, проводил это время в основном за книжками, потому что у меня там почти не было друзей до 16-15 лет. Я просто типа сидел либо на улице с книжкой, либо дома сидел, что-то читал и что-то пытался уже пописывать. Так. И, короче, тогда я помню, смотрел, и дохуя смотрел телевизор, как и моя бабушка, соответственно, ну такое у нас было занятие. И, короче, тогда был конкурс красоты белорусский. Там победила девушка, ее звали Ольга Невдах. И я вот настолько проникся, охуелся ее красоты, что я написал целый текст про Ольгу Невдах на белорусском языке. И там были слова типа Ну а дальше там вообще любовь-любовь. Ну и типа вот я вот сейчас, когда ты это пизданул, вот я прям вспомнил, ну ты же когда молодой, тебе как-то все это ну типа новое, да? Я вспомнил, что вот она вот была очень красивая. Я вызову моделей шатенок и брюнеток. Моделей, шатенок и брюнетку. Брюнетку. Шатенки две, брюнетка одна. Я прошу прощения перед художником. Что это значит? Это передает обстановку, когда мы молодые парни, ну я допустим в этот момент типа понятно, что нельзя ну типа просто что-то придумать из нихуя. Я в этот момент ну типа представил, что мы просто сидим в Могилеве, как в старые добрые времена. Ну или не в Могилеве поебать где там хуй знает, в Хилтоне, блять, в Новосибирске. Да. И нам кто-нибудь скоро отлижет очко. Вот. Короче, сидим и нам вот не хуй делать, ну типа что мы вдвоем будем типа дрожить друг другу и вся хуйня. Вызовем девчонок, посидим, попиздим, пивка попьем. И выбьем их. Ну это как уже как бог на душу положит. Это вот с Петей вот вам надо было об этом поговорить. Хуево, что он не пришел. Петя вот на эту тему мог бы дать полное интервью. Петя это аж концертная дирекция. Это наш клавишник. А, клавишник. Да. А, я видел, ой, я видел в новогодней вписке он появлялся. В этом году я помню, что Новый год я встретил, в моей кровати появились две непонятно откуда девушки. То есть я проснулся как бы, ну, привет, вставай. То есть, ну, и блять, как это было, даже я так неизящно и похабно про девушек не говорю. там это 4 из 10, он на отъебись сработал, он может гораздо лучше. Я как-то просыпаюсь, у меня сосут. Я как-то просыпаюсь после вписки, у меня продолжает сосать. Я просыпаюсь, три модели. О, я просыпаюсь, а тут вокалистка, а тут вокалистка главной поп-группы Беларуси. И опять сосет, блять. Я когда это слушал, думаю, дружище. Вы знаете ответ, я подарю ей секс. Приходится заниматься, да, образовательным процессом и девушек немножко инкультуризировать. Короче, бро, когда-то, ну, наш звукорежиссер, ну, взрос. Ну, он же врет. Нет, чувак, наш звукорежиссер, взрослый, серьезный мужчина, 35 лет где-то, ну, примерно как ты, только, ну, видимо, постарше, да? Я старше, да. По статусу примерно такой, ну, типа, приехал в Минск перед выездом на гастроли и заехал петь на квартиру. И? А до этого он тоже, типа, ходил, ой, блять, заебал ты эту хуйню, нести, типа, блять, эти сказки. Придумываешь, да. Мы просто приезжаем, ну, типа, с ними коннектимся в аэропорту, просто идет Денис с такими вот глазами, говорит, бля, чувакин, типа, я думаю, он, типа, присочиняет, он, блять, не договаривает. Он, блять, еще не договаривает. А там большой член или что? Бля, ну, типа, я думаю, что можно об этом, я думаю, что... Харизма? Что? Ну, типа, всего понемногу. Понемногу? Всего понемножку. Смотри. Очевидно, что ты у молоденьких девочек сейчас один из секс-символов. Знаешь почему? Почему? Я отвечу тебе словами Ромы. Он тоже иногда спрашивал, ну, не на этот вопрос, но часто вот, я знаю, короче, ответ правильный. Я вопрос еще не задал. На разные вопросы, но на этот тоже подходит. Он тебе говорил, знаешь почему? Потому что мы красивые. Я красивый, и ты красивый. Ну, я, приехав в Минск, с удивлением узнал, что ты в давних отношениях. В давних. Причем с девушкой, которая... Поет. Ну, она поет, и она, в общем, проявляет себя весьма харизматичной, не серой мышкой. Она такая немножечко Лукашенко, я бы даже сказал, по своим авторитарным качествам. Как одно сочетается с другим? И неужели ты хочешь сказать, что ты ездишь по концертным турам в России абсолютно чистеньким и никогда не натягивающим на свой член презерватив? Очень сексуально. Очень сексуальный вопрос. Два вопроса, правильно? Нет, ровно один. Как ты ездишь в туры, учитывая, что у тебя в Минске ждет девушка, с которой ты в давних отношениях. И которая, судя по тому, что я видел держит тебя за яйца весьма крепко? Ну, типа, есть очень хорошая поговорка, которой я научился как раз у этой девушки. И она звучит довольно коротко. Там три слова, как букв в названии моего коллектива. Примерно столько же. Она звучит так. Счастье любит тишину. А если уж ты... Это вот то, о чем ты сейчас говоришь, это каземат, который стоит внутри моего заборчика с моими загадками. Ага. И если то, что там пару раз ты касался, было прикрыто черной пленкой, то этот каземат возвышается до самых небес, и ты не увидишь даже маленького лучика света из его бойниц. Хорошо. Тогда ровно один вопрос. Про бойницы красивый образ, и я... Твой подход к счастью личному мне очень близок. Те, кто нас смотрят, не дадут соврать. Простой вопрос. Она разрешает тебе изменять? Есть... Дай расскажу. Есть... Ты фанат баскетбола? Ты знаешь... Сейчас про шары что-то будет? Нет. Ты знаешь Андрея Кириленко? Лично нет. Что? Лично нет, но ты знаешь, что Андрей Кириленко был звездой Юта Джаз, долгие годы играл в NBA. Могу даже рейтинги вспомнить из этого следующего и после следующего года. У него очень яркая жена Мария Лопатова, которая в свое время сказала, что я разрешу мужу раз в году изменять. Для того, что хороший левак укрепляет брак. Тебе твоя прекрасная вторая половина разрешает изменять? Я тебе скажу так. Мне моя прекрасная вторая половина... Моя прекрасная вторая половина, в отличие от прекрасной второй половины Кириленко даже такие заявления не делает, за что я очень ценю и уважаю. Макс Корж красавчик? Да, бро. Я с ним, к нему на хорошем, с ним в принципе в хороших. Не могу сказать, что мы там ходим на рыбалку, что детей забираем там из одного садика, у меня еще детей нет пока что. Ну а типа мы с ним год с чем-то тусили, чувак ровный, чувак знает, что делать. Когда вы тусили? Первый курс мой, второго курса чуть-чуть. Вот 19-20, там 18-19-20 лет мы вместе сидели на похожей квартире, ну типа жрали пельмени, там он писал на ноутбуке там битосы, я там пытался автотюн, блядь, скачать, говорил, чуваки, как сделать вот этот вот робота этого, блядь, так охуенно. Там скачали первые эксперименты, он там биты эти писал, фиты какие-то, пара у нас там ан-релиз лежат, ну типа все кул. Ты когда видишь, что человек снимает клип в Тегеране, о чем думаешь? Все чудеса твои на ям, черту горизонт заливает на пол. Я думаю следующее, когда я был, ну типа в юношеском возрасте, в подростковом, все мои кенты играли в игрушки, в которых была охуительная графика, охуительные эффекты, скачивали там самое последнее дерьмо, покупали диски, там ну типа ты понял, да? А я ебашился в первый StarCraft, я ебашился в XCOM такая игра есть, я ебашился во всякие DOS-овские игры там, ну, в такие квадратненькие, в героев, там уже третий, четвертый герой, я ебашился во вторых. Ну то есть, блядь, вот мне вот нравилась вот эта и атмосфера ламповая, и мне нравился типа именно механизм, мне нравились квадратненькие, даже текстовые RPG-шки, где просто стоит чертик из квадратиков, но типа рассказывают, ты спустился в подземелье, и там типа вся хуйня, твои действия А, Б, Ц, Д. Вот это мне было интересно, мне интересен процесс, мне интересен сюжет, мне интересны движения, модели, как они взаимодействуют. Форма мне уже не так интересна принципиально, я понимаю форму в музыке, потому что я занимаюсь музыкой, и это меня прет, ну типа я слышу хорошо, эту форму я сезаю. Визуально я в этом не очень хорош, я пытаюсь сейчас в это въехать, ну типа насколько это нужно от меня, но я предпочитаю больше отдавать, ну находить людей, которые дышат этим, вот типа Алина Пязок, допустим, да, вот она прям дышит этой хуйней, она вот как я чувствую ему зло, она чувствует видео, ну типа вот я хочу работать с такими людьми, ну типа вот пацаны с Нижнего пока меня в этом плане устраивают, но я еще, ну типа понятно, что рад любому сотрудничеству. Алина! Да я ей уже, блядь, пишу каждый месяц, вот тебе это, она тебе, она тебе. Она, блядь, у меня 30, у меня 30 съемок в этом. Три лучших рэпера России прямо сейчас. Давай так, ну я выделяю музыкантов, да, и допустим рэперов. Хорошо, три лучших музыканта, три лучших рэпера. Вот, да, 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 с рэперами, наверное, будет тяжело. Давай музыканты. Я считаю, что на данный момент номер один это Адиль. Скриптомин. Да, я лично с ним немножечко знаком. Блядь, очень нравится мне его вайб. Немного по деловым моментам у нас получаются разбежки, потому что у него там свой график дохуя делов, и типа он то там не отвечает, то ответит, но типа я никого не виню. Есть люди в своем графике, каждый двигается, у него там заебов, я уверен, дохуища. Вот, я считаю, что это, ну типа как музыкант номер один. Я слышу вот его музло, и я понимаю, что человек сидел и часами ему было просто похую. Он каждую тарелочку выставлял, каждую бочечку он выставлял, каждую нотку выверял. Тут, блядь, нет, тут надо вот так вот. Вы думаете, тут сейчас будет так? Нет, тут надо вот так вот. И вот, ну типа чувак, вот, ну типа полностью в этой хуйне задращивает ее, пиздато, и она у него охуенно получается. Так. За счет этого мне нравится скрип. Ну я выделю, короче, фейса и фару. Я выделяю фейса, как, опять же, исходя из личного чуть знакомства, у меня есть ощущение, что этот чувак знает, что он делает. У меня есть ощущение, что этот чувак примерно понимает, что он хочет сказать, и примерно понимает, что он делает. Этого ощущения у меня нет практически ни о ком, больше из русской сцены. Вот этот чувак, он может и знает, что хочет. А фара, фару я люблю, потому что он настоящий. Я, то, о чем я тебе говорил, и я не стесняюсь сам ему об этом говорить, может ему типа как-то не понравится, что я тут это говорю, но мне тут опять же похуй. Я его люблю за то, что он настоящий. Вот, ноу-хома, вся хуйня, ты сам там про девушку рассказал, все такое. Фара настоящий. Он иногда там, как и все люди, он может там когда-то там не очень себя красиво по моему мнению там повести или чему-то мнению. Иногда он может очень красиво себя повести. Иногда он может сделать то, иногда он сделает прикольный трек, иногда он сделает хуй знает, мне понравится, но он настоящий. Вот ты с ним общаешься, это вот просто сгусток настоящей энергии. Я ценю его за это. В свое время всех успела заебать ваша конфронтация с Оксимироном. Я не собираюсь это сейчас сделать, потому что там все настолько, блядь, сложно. Очень интересно, как ты сейчас будешь выворачивать, вот я прям здесь, как ты вот именно подашь, ну давай, давай. Не, мне совершенно неинтересно говорить про суть конфликта, потому что он... Как ты сформулируешь вопрос? Очень интересно. Давай зафиксируем ваши отношения по состоянию на апрель 2018 года. Какие они? Это сейчас апрель, да? Да. Все довольно просто. Есть его отношение, есть мое отношение. Есть его отношение, я его не знаю. Так, твое. Мое отношение. Охуенную мысль недавно подсек, типа, грубо говоря, если ты, типа, на кого-то затаил обиду, если ты на кого-то, типа, злишься или обижаешься, это равносильно тому, что ты каждый день с утра ложишь себе на плечи ноги этого человека и таскаешь его везде за собой. Я хочу, чтобы все люди были счастливы. И, ну, типа, не знаю, то ли возрастная хуйня, то ли я что-то подпонял, то ли там еще что-то. Я перестал, вот, ну, типа, вот раньше, например, пинг-певица, да? Я смотрю, и там, бля, вот она мне не нравится. Ну, типа, какая-то она не очень. Аккуратно. Ну, я знаю, я знаю, поэтому с тобой говорю. Блядь, я вот видел клип эти, шоколадные зайки, Мармелад, Мулен Руш, Кристина Агилера, Пинг, Лил Ким, по-моему, там, ну, этот, где они из Варьете, клип, ну, помнишь? Ну, лет 15. Да, да, вот этот. Недавно видел, блядь, смотрю, бля, все, ну, прикольные по-своему. Кому-то такие нравятся, кому-то такие. Поет она, бля, ну, подача специфическая такая, ну, есть свое. И все, я понял, что меня отпустила эта хуйня. Я любого человека, бывает, конечно, срываешься, ну, там, блядь, когда кто-то жестко косячит или что, но любого человека я пытаюсь видеть в нем хорошее. Если, опять же, там, вот, тоже с фанатами, иногда, ну, типа, блядь, не люблю лишнее внимание по привычке русский человек, белорусский человек, неважно, от незнакомых людей, если он, типа, в адеквате, часто хорошего вообще не ждет. От незнакомого человека ничего хорошего, ну, советский человек не ждет. От прохожего. Вот, ну, вот эта вот хуйня есть. Плюс, если ты, как бы, более-менее интроверт, относительно, а не экстраверт, тогда, ну, типа, тоже тебе, ой, не лезьте в мой мир, вся эта хуйня. Бля, ну, типа, тоже вот я это вот начал выкидывать, нахуй, все, все люди пиздаты, и все иногда бывают хуевые. Нет претензий к Оксимирону. Я хочу, чтобы, ну, у него было все заебись. Я думаю, что у него все заебись. Если у него все заебись, я счастлив. Твой твит, отголоски этого срача, твой твит после его концерта в Олимпийском, когда Оксимирон выразил респект румиангличанину, а ты сказал, что твой братишка на небе нахую крутил этот респект. Это правда. Это правда, что ты это написал? Нет, это правда так и есть. Я тебе могу поклясться чем угодно. То есть ты уверен в этом? Ну, я хорошо его знаю. Лучше, чем многие. Может быть, даже лучше всех. Но ты нахую бы не вертел, если бы сейчас вы обменялись, ну, там, или в твою сторону прилетел бы респект и предложение помириться. Бро, мне неинтересен негатив, мне изначально не был интересен негатив. Именно поэтому я съебал из вот этой рэп-тусовки, о которой тебе говорил. Я вижу там очень много вот этой хуйни, и мне просто неприятно в ней находиться и неинтересно быть ее частью. Ну, может быть, ты возразишь, что, типа, у тебя творчество такое, там, грустная вся хуйня. Творчество — это просто мир, в который ты, типа, как книжечка, ты почитал, бывает так, может быть так. Ты окунулся, хуяк, все, пошел ебать жену, детей в детский садик, повел, у тебя все заебись. Да. Я хочу, ну, чтобы все было у всех заебись. Как Янекс говорил, не хочу, чтобы люди плакали, хочу, чтобы люди трахались, что-то типа такого. Ну, типа, это немного сужает, как бы, мой месседж. У нас действительно Янекс цитировали сейчас, да? Конечно. Уже второй раз вспоминаю. Нет, вспоминать можно сколько угодно, цитировать, вот это пугает. Я правильно понимаю, то есть в 2018 году примирение, или даже вот-вот примирение произойдет? Бро, я даже об этом не думаю, но, типа, для меня это отдельный мир, который там, где-то кто-то что-то делает, ну, типа, заебись. Если я организую вам встречу, придешь на нее? Ну, типа, если, типа, он придет, если ты говоришь, приходите, бля, ну, типа, чё, давай попиздим. Не под камеру, просто, просто встретиться. Ну, это само собой. Супер. Блиц, ЛСП или ЛСД? Эм, первое, да. А ты был обдолбанным на эфире большого русского босса? Ни в одном глазу, вообще, даже не громолка. А вот это вот, потом, когда лежал в палате, какой-то черт попросил телефон позвонить, и пошел в туалет мамке брякнуть, и, блядь, уронил мой телефон в унитаз, так что не звоните мне, иначе свяжетесь реальным дерьмом, блядь. Что это такое? Ты понимаешь, что люди, которые часто смотрели сейчас то, как ты себя ведешь, и вот это вот? Короче, объясняю ситуацию. Я три недели был у бабушки в деревне, перед тем, как прилетел туда на самолете, и там кушал, короче, там, хорошо кушал, смотрел, там, баскетбол, телевизор, новости, гулял по полю, там, там... Копал. Ну, мне здоровье не очень позволяло, ед на данный момент, если будет позволять, обязательно покопаю, все выкопаю нахуй, вот. А так, ну, вот я вот, короче, вот в небольшом, ну, городке, вот, три недели, ну, или там, дохуя, 10-15 дней, дохуя, короче, времени, по моим меркам, был вот там вон, и потом хуяк, я на маршрутке в Минск, и потом хуяк, я в самолет, прилетаю туда, там, блядь, 20 тысяч человек, я в этой ебаной цыганской рубашке, блядь, которую просто непонятно, блядь, домой заехал, в чем быть, блядь, а, ну, а похуй, ну, типа, вот приезжаю туда, Ромчик уже там на вискарике, хуй знает, на коньячке, так, там Юра мой этот, ну, качок, который там, типа, и там у них, блин, какие-то карлики, и все это, и я такой сижу, ты растерялся? Да, не то, что растерялся, я такой был, вот в этой вот, всей скромной, типа, ну, типа, в своем скромном обличии, и так я вот так странно себя вел, и не знал, что это будет так выглядеть, но мне, в принципе, похуй, как выглядит так выглядит, все, что, естественно, это не безобразно, повторюсь. Есть ли в мире страна прекраснее Беларуси? Блядь, мне тут очень нравится, я бы здесь, бля, короче, Беларусь, если ты не интересуешься наркотиками, если ты умеешь себя занять, если ты знаешь, где заработать денег, Беларусь, отличное место для тебя, бро. Только зарабатывать не в Беларуси. Можно, как бы, ну, блядь, если ты хочешь заработать денег, ты заработаешь где угодно, если ты реально хочешь. Я хочу. Максимальная сумма, которую ты просаживал за ночь? Блядь, это было давно, и она не такая большая, сейчас вспомни, бро. Мы слили где-то две штуки баксов, может, чуть меньше, втроем. Это было год-два назад. Мы поехали в тур, это был Волгоград. Мы потом спели, типа, превратили в Magic City, в Волгоградский стрип-клаб, ну, типа, есть строчка. Мы в Волгограде, типа, по-моему, то ли весь тур отъездили, то ли, типа, дохуя, и решили, вот, пойдем, ну, тусанем. Короче, я был, ну, наш на тот момент манагер, ну, классный пацан, Даник, и Ромка. Ну, типа, мы пошли, думаем, блядь, куда идти? Мы такие, пошли в стрип-клуб. Ну, типа, я не так часто в жизни вообще в них был. На тот момент, может быть, один-два раза, типа, залетно. Ну, блядь, что нет, пошли. Мы идем там на шмотках молодежных, типа, в стрип-клуб, вот, на входе там нас смотрят, как на лохов, а я подхожу, типа, достаю бабки там, которые у меня за тур, ну, за какой-то период. Говорю, бля, чуваки, мы, короче, нормальные пацаны, у нас есть бабки, мы просто пришли потусить, все будет заебись. Чувак, как бы, а сейчас, ну, типа, зовет, типа, ну, мамочку, да, приходит мамочка, даже особо не смотрит на бабки, о, ребятки, заходите, вся хуйня. Мы заходим, там, типа, девчонки, там, косатки, вся эта хуета. Косатки? Это такой сложный прикол. Для своих. Короче, ну, там, штучек, там, шесть, наверное, типа, того, постепенно, там, они подтягиваются, там, вот, они хотят шампанское, а вот у нас такое закончилось, есть только вот это, но оно, правда, дорого, ну, вот эта вся поебень стандартная разводная, да, ну, и, типа, Рома, да, заебись, все, похуй, я трезвый, блядь, то ли вообще трезвый, то ли, ну, типа, не знаю, грамм двести какого-то там бухла выпил, да, ну, типа, сыпен, сыпен, потягивал. Рома так, в рок-н-ролле, Даник тоже в рок-н-ролле, потом мы узнаем, что там можно заказывать, короче, песни, и ты выходишь там, где девочки танцуют, с микрофоном, и, короче, их поешь. А мы вот тогда, вот только дорвались до этого всего трэша, мы там начали, блядь, шест, там песня про стрип-клуб есть. Я выхожу с микрофоном, пою там песню про стрип-клуб, в стрип-клубе, тенки такие, о, вы типа артисты, вся хуйня, а мы в Волгограде, человек, 300, 250 собрали, ну, типа, так, мы там, да, Рома там уже объясняет, там, все, там, вот, смотри, группа, блядь, вся хуйня, Даня тоже, типа, на рок-н-ролле, потом мы там поем песню, банкрол, типа, есть на Magic City, я запомнил, как Даня вылетает, просто берет микрофон и куплет большого сила, там, чувака, типа, манагер наш просто, который, ну, типа, редко очень врывается, забирает у меня микрофон, начинает плотно наваливать куплет, я все это снимаю на айфон, есть видос, я усцекался, потом там, типа, вот, то, все, все такое, ну, типа, все поднагасились, и мы просто поехали, ну, я повез, так сказать, товарищей спать, ну, кто там дальше что делал, это уже не принципиально, всего лишь там, ну, блядь, тысяч, 60, 80, на тот момент это было чуть меньше, чем сейчас, мне кажется, ну, типа, меньше двух, наверное, тысяч, может быть, две. Оказавшись перед Лукашенко, что ты ему скажешь? Я буду просто сидеть, и, ну, вот, ко мне пришли в гости, ну, типа, с чем, вот, мне интересно, ну, типа, здравствуйте, наверное, там, да, ну, если человек приходит, если человек Путин, Лукашенко приходит в такую квартиру, ну, у него наверняка есть уже какой-то месседж. Допустим, тебя пригласили к Лукашенко на прием, вручать что-либо. Что ты там скажешь? Спасибо. Очень скучно. Прости. Меня приглашали на Ягерместик Music Awards. Я не поехал, потому что это алкашка. Ну, если бы меня пригласили, ну, к Лукашенко, я бы поехал, потому что это интересный экспириенс. Мы в Туле с тобой были, когда ты был в Туле, и ты Ягерместер дозаказывал в баре. Это тур, это отдельная строка моей биографии. У всех бывают темные времена. То есть тогда ты бухал, а сейчас, тогда Ягерь был нормально, а сейчас... Мы поехали в тот тур, он был довольно такой, тяжелый, скомканный, у всех о нем такие специфические воспоминания, и после первого-второго концерта там и Ромич подбухивал, и там Глебыч там. Ну, короче, я понял, что будет полный рок-н-ролл, и решил, да ну, в пизду поехали. Конкурс! Что за призы? Дорогие друзья, первый приз довольно регулярный. Это новая баечка, очень красивая, мне очень нравится. Я, в принципе, свое ебало не очень люблю лишний раз наблюдать. То есть, ну, у меня такое обратное тщеславие в этом плане. Я не считаю, что оно пизже, чем твоё. Или его. Но, ну, тут получилось весело, к тому же тут мой братан очень веселый. А мое ебало со срыгом рядом, это было, в общем, хорошо. Плюс, я как бы сам придумал, что будет написано не конечно, а конечно. А так на белорусском так же будет, нет? Ну, на русском, на белорусском базаришь будет базаришь, наверное, если вообще такая форма уместна. А, не конечно. Короче, это типа мы такие плохие пацаны, двоечники, но, типа, я считаю, это очень весело, у нас веселые лица. И я думаю, что, ну, типа, это принесет позитив. Это первый лот. Лот второй, это книга «Один толстый англичанин». Опять же, у меня был в команде один худой англичанин. Я решил, что символично будет подарить кому-нибудь толстого. Книгу ты не читал прям? Я купил ее по аннотации и думаю, что прочитаю ее, потому что сейчас очень плотно засел за все книги, что я купил. То есть, это будет книга прямо от меня, которую я сам выбрал и хотел прочитать. И, скорее всего, прочитаю, думаю, в ближайшем времени. Если не проебусь, не забуду. Но она в любом случае пиздатая, потому что, ну, я так просматривал, типа, язычок охуенный. У нас задание очень простое. Нужно придумать и написать добрый панч на Оксимирона, как будто его читаешь ты. Три лучших, которые мы отмирим... Респектовый. Респектовый. Я не знаю, как на вашем рэперском языке это называется. В общем, анти-диз. Три лучших, вот эти три замечательных подарка окажутся у них. Спасибо тебе. Спасибо, бро. Было весело. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Юрий будет дуть, дуть, еее.